Даже среди христиан находятся люди, которые виновником своих грехов считают самого Бога. Соделал нас, что желаем, поэтому и блудим. Соделал нас гневлимыми, поэтому и убиваем. Ложные сии причины, говорит святой Татаревоцкий, продолжает. Ибо Бог все то, что вложил в человека, ради добра вложил, и мы сами изменяем это во зло. Вложил нас разум, чтобы им познавать и избирать Бога, а мы избираем зло. Дал гнев для того, чтобы гневаться на зло, а мы, изменяя это, гневаемся на заповеди и на людей. Так и дал нам вожделение ради добра, а мы желаем злое. Итак, Бог дал нам все доброе и умеренное, а мы все делаем без меры с излишеством. Как, например, умеренную пищу требует и сама наша природа. А при излишестве по своей же воле впадаем в чревоугодие. Так и при всем остальном нужно быть умеренным, ибо излишества, которые бывают по нашей воле, и ведут ко греху. И поэтому, делает вывод святой Татаревоцкий, Бог не обвиняем, ибо мы сами являемся причинами наших грехов. И в конце концов, если б не было бы греха, человек не умирал, не болел и не страдал бы. Мир вам, дорогие зрители. В последнее время, следя за новостями, у меня сложилось такое ощущение, что все человечество до создания и появления коронавируса было бессмертным. А точнее, не было смерти, и люди не умирали. И вот только с появлением этой заразы люди начали гибнуть десятками тысяч. И какой вывод можно сделать? А никакой. Просто не нужно забывать, что мы все смертные, и мы должны умереть в отложенное для нас Господом время. Дорогие, если мы не умрем от этого вируса, то все равно, рано или поздно, но умрем. Не нужно забывать, что смерть пока не отменяли, и она бывает разная. От несчастных случаев, от ДТП, могут убить, самолет упадет, корабль утонет. Можно умереть от разных болезней, даже инфаркта и инсульта. Ноги умирают от онкологии и спида. Причиной смерти, но медленной, бывают наркомания, алкоголизм и курение. Даже от осложнения простым гриппом можно умереть. Страх от вируса, и не только от него, говорит о том, что мы не боимся Бога. Страх того, что можем умереть от этого вируса или вообще умереть, говорит о том, что мы не боимся смерти вечной. А может и не знаем, что есть такой вариант, или не верим в это. Хотим ли мы того или нет, но после второго пришествия нашего Господа Иисуса Христа по воскресенье из мертвых всего человечества будет суд над всем человечеством. То есть над каждым человеком по поддельности. А после для одних будет жизнь вечная, а для других смерть вечная и муки вечные. Да, многие боятся заразиться от вируса и, сидя на карантине, никуда не выходят, умопомрачительно соблюдая гигиену, боясь тех, кто рядом чихнет или закашляет. Многие, надеясь, что эта болезнь их не коснется, выискивают всякого рода народные средства для спасения от вируса. И даже специальные молитвы именно от коронавируса. И даже занялись конспирологическим гаданием, кто виноват, откуда, для чего этот вирус. Но вот что интересно. Молодые из них утешаются тем, что вирус убивает пожилых людей, и для них есть надежда хоть как-то выжить. Все это еще раз доказывает, что мы не имеем памяти смертной. Забываем, что можем и без вируса умереть, и предстать пред Господом. Дорогие, но это не повод, чтобы унывать, бояться и отчаиваться. Господь любит нас, и всегда дает нам возможность измениться, стать другими. Да, мы не сможем победить смерть, она неизбежна. Но мы можем победить животный страх смерти. Как и говорил в прошлых видео о коронавирусе и карантине, ничего случайного не бывает. Ибо Господь своим домостроительным попустительством печется о наших душах. И поэтому не случайно, что мировой карантин пришелся на Великий пост, во время которого христианин должен думать о своих грехах и каяться. А самое главное – это размышлять о своей смерти, имея в пример Адама, который знал о смерти, но поскольку не имел памяти смертной, то и согрешил. Вот и для этого Великий пост, дорогие, своего рода напоминание нам о последствиях падения Адама в раю, чтобы мы не забывали бы то, что откуда и почему в мир вошли грех и смерть, а также кто уже победил и грех, и смерть, даровав нам жизнь вечную. Адам, согрешив, был изгнан из рая, после чего двери рая были закрыты до того, как воскреш наш Господь Иисус Христос. А поэтому в армянской церкви, в Великий пост, двери церкви закрывались на 40 дней, и народ молился в притворе, постоянно напоминая верующим о памяти смертной и о падении Адама. Но в наше время в период Великого поста в церковь можно входить. Но святые алтари закрыты занавесами, и верующие в этот период также не могут причащаться, пока не воскреснет наш Господь. И вот на дворе 2020 год. Карантин. Храмы, да, прихожан, хотя хотят они того или нет, закрыты, несмотря на то, что службы и литургии непрестанно проводятся священнослужителями за закрытыми дверьмями, как и положено по канону армянской церкви. Не нужно отчаиваться, все же на дворе Великий пост. Надеюсь, что наши многие верующие наконец-то поймут суть и смысл Великого поста и не будут о себе высоко думать, а смиряться перед канонами церкви. Итак, дорогие, и вот сидя дома можно научиться памяти смертной. Как говорит святой Татхеваций, помни конец твой и не согрешишь вовек. И поэтому сегодня, когда постоянно слышите о новых смертях от вируса, начните думать и о своей смерти, о том суде, который ждет нас в вечности, о том, что мы предстанем пред престолом Божиим и должны дать ответ за наши грехи. Представьте нам момент, что будет с грешниками, что их ждет после суда. Это вечные огненные мучения, недремлющие черви, скрежет зубов, слезы и тьма внешняя. И все это, имея в памяти, благодатью Божией можно сохранить себя от грехов и греховной жизни. А если согрешите или уже грешили, то покаянием искупите свои грехи. И в дальнейшем будьте осторожными, чтобы не согрешить вновь, о чем и говорит Господь. Вот ты выздоровел, не греши больше, чтобы не случилось с тобой чего хуже. Дорогие, бойтесь не вируса и смерти, а того, что ждет нераскаянного грешника после смерти. А поэтому, как говорит святой Татхава Ци, примите на ум следующее. Не лишайте друг друга, не крадите, не клевещите, не злословьте. И все то, что есть зло, да не исходит с вашего языка или с других членов. А то, что есть благое, то творите, и творите добро. Любите ближнюю, творите милостыню нищим, давайте нуждающимся. Утешайте скорбящих, чтобы удостоиться вам несказуемых благ во Христе Иисусе Господе нашим, который благословлен во веки. Аминь. Итак, да будут карантин и коронавирус помощниками в деле спасения дух, душ ваших. Чтобы вы смогли бы победить в себе животный страх смерти и научились бы спасительной памяти вечной. И Господь не оставит. А в утешение вам, дорогие, дам ссылку на скачивание в аудиоформате Армянской Литургии Комитаси в исполнении Хора Ховедж. Чережор Сона Хованисян, а солист Диакон Варужан Маркарян. Точнее, кто захочет, тот пусть мне напишет в Фейсбук или Вконтакте. Я вышлю ссылку на скачивание, а ссылки на мои соцсети выложу в описании этого видео. Так что, приятного домашнего слушания. А на сегодня столько, дорогие. Терпения вам и мудрости. Радуйтесь в Господе, ибо Христос давно воскрес и смертью смерть победил, чтобы жить нам вечно. И, наконец-то, будьте христианами и страшитесь только и только Господа Бога. Спасибо вам и храни вас Господь.